В студенческих трудовых отрядах за время своего долгого существования появилось множество новых направлений. Педагогическое, медицинское, сельскохозяйственное, строительное и другие. А с учетом того, что для многих это первый опыт их практической деятельности, каждый боец смог выбрать направление по душе. По итогам нынешнего года количество активных и позитивных студенческих отрядовцев увеличилось на 49% в сравнении с 2018 годом. Студенческие отряды – это, наверное, то лучшее, что мы переняли еще с тех времен, еще со времен Советского Союза. И студенческие отряды сегодня, если сравнить, набирают свою мощь. И, безусловно, на фоне того, что у нас есть отток строителей за границу, у нас студенческие отряды помогают выполнять существенные объемы работ. Вот в этом году у нас более 3 312 человек трудилось в студенческих отрядах, а их количество составляло по текущему году 276. Поэтому, соответственно, и объемы работ, которые они выполняют, они оказывают, наверное, ощутимую помощь нашим строительным организациям. Самые трудолюбивые бойцы студенческих отрядов со всех уголков Брестской области, а это порядка 70 человек, собрались в зале Дворца водных видов спорта. Торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра проходила в дружественной атмосфере, потому как награждали лучших. Лучшие отряды и принимающие организации. В нынешнем году участники студотрядовского движения, а их было немало, более трех тысяч, трудились не только на благо города и его регионов, но и восстанавливали историко-культурные ценности Беларуси. Наши бойцы студенческих отрядов работали на социально важных объектах, это Брестской области, и также помогали в строительстве объектов к тысячелетию города Бреста, нашего областного центра. Социально важные объекты, это такое, как Брестская областная молодежная стройка была объявлена Брестским областкомкомом. Это являлась реконструкцией Косовского дворца. Наши бойцы работали в качестве археологов, выполняли археологические работы, отряд назывался Косово, и был сформирован на базе нашего университета имени Пушкина. Также наши, как я уже говорил, бойцы трое работали именно на объектах тысячелетия города Бреста, это Кобринский путепровод, это западный обход, это строительство нового здания автовокзала. Этим летом я участвовала в трудовых лагерях, а конкретно мы ездили в Косово, у нас был стройотряд, и под предлогом нашей практики летней нас оформили как стройотряд, и мы занимались раскопками в самом городе Косово, где находится замок, Косовский замок. Во-первых, для меня это интересно, я получаю образование историк-археолог, и для меня это было очень интересно съездить, посмотреть, как это, а здесь еще подвернулась такая возможность, как бы, поучаствовать в стройотряде, это очень весело, эмоции непередаваемые, особенно когда хороший коллектив, это, ну, просто не передать словами. После заслуженных чествований и награждений похвальных слов состоялось массовое катание на коньках. Бойцы всех студенческих отрядов и их руководители смогли весело провести время и покреативить. Такой необычный сюрприз стал приятным удивлением для всех участников лучших студенческих отрядов. Совместный выезд на каток стал символом объединения и поддержки руководителей и бойцов всех подразделений. Продолжение следует...